Солнечные батареи, тепловые пункты и фотопреобразователи – такие альтернативные источники энергии могут установить себе харьковчане, живущие в частном секторе. По словам специалиста по гелиоэнергетике, профессора НТУ ХПИ Геннадия Хрипунова, один солнечный коллектор рассчитан на 20 лет эксплуатации. Он значительно снижает потери тепла и позволяет неплохо экономить. Людям, у которых есть частное домовладение, для подогрева воды в межсезонный период используют солнечные тепловые коллекторы, потому что это является экономически обоснованным. И через 5-7 лет у вас еще будет 10-15 лет, когда у вас водичка будет совершенно бесплатно горячая. Использовать коллекторы можно и в осенне-зимний период, хотя их эффективность уменьшается из-за недостатка солнца. За счет экономии в межсезонье солнечные батареи все равно являются экономически выгодными. Однако, чтобы снизить затраты на отопление электричества, подход должен быть комплексным, говорит Геннадий Хрипунов. Установка альтернативных источников энергии – лишь первый шаг. Чтобы добиться максимального эффекта, нужно экономить и воду, установить энергосберегающие лампы и металлопластиковые окна, уверяет профессор. Наиболее подготовленными к зиме он называет пенсионеров. Из-за небольших доходов они рассчитывают, какие условия будут максимально выгодными и экономят на всем. Виктор Маккардей – один из таких пенсионеров. В его частном доме установлены специальные газовые котлы, насосы, контролирующие нагрев воды. Кроме того, везде стоят счетчики, чтобы отслеживать расход газа, электричества и воды. В этом году из-за повышения цен на газ будут экономить еще сильнее, говорит Виктор. Отопление не станут включать, пока температура не снизится до минусовой. А пока обогрев включают лишь на 20 минут в день. С печкой, что вот это что, на малой, а тем большим, это большая не пользуемся, потому что она большой расход берет. Вторую, на каких мало берется, вот вам и экономия. Экологию пользуемся тогда, когда купаемся. А так мы не пользуемся, тоже экономия газа идет. Вот. И котел же, я же говорил, самое что. И самое основное, это газовый счетчик. У кого нет газового счетчика, там расход очень большой для газа. Чтобы установить все оборудование, семья Виктора потратила около 5000 гривен. Однако эти расходы оправданы и практически окупились за счет экономии, говорит пенсионер. Приблизительно в такую же сумму, по словам Гелиоэнергетиков, обойдется харьковчанам и один солнечный коллектор, установленный на крыше частного дома. Правда, его стоимость окупится только в течение пяти лет. Лариса Говина, Александр Проценко, Агентство телевидения новости.